Ольга Кутузова – социальный работник. В профессии больше 20 лет. В день обязательно обходит как минимум троих, а иногда и всех восьмерых подопечных. В непростые 90-е девушки с техническим образованием места в своей специальности не нашлось. Социальная работа оказалась невременной. Она поняла, что помогать тем, кому это действительно нужно – это не работа, это призвание. Наверное, сострадание в первую очередь, желание позаботиться о ком-то. Тем более в наше время такое сейчас неспокойное, когда человеческий фактор вообще уходит на второй план. Ольга не единственная, кто отдал социальной сфере столько лет. Все вместе соцработники собрались в свой профессиональный праздник. Каждый подопечный стал для них почти членом семьи. Они знают, какие продукты любят и к чему привыкли бабушки и дедушки. Тщательно выбирают по качеству и по цене, ведь каждая копейка на счету. Сделать уборку, поговорить, поддержать морально – все это входит в ежедневные обязанности работников. Их работа проходит повседневно и в будни, и в праздники. И у каждого находятся силы и обязательно доброе сердце, которого хватает на всех. У меня два сына, муж, мама, свекровь. Маленькие были как-то даже ревновали. А сейчас вот с мобильными телефонами, если звонят даже, бывает такое неурочное время. Мама, да что ты опять со своей работой? Я говорю, а как же без нее? Нет, без нее никак никуда нельзя. Всего в Щелковском районе тех, кому можно сказать спасибо, около 400 работников. И для этого есть особый повод. В свой праздник в здании Щелковского театрально-концертного центра они смотрят выступления творческих коллективов. День социального работника руководство района выражает благодарность, а лучшие представители профессии получают награды. В этом зале собрались те люди, которые частичку своего сердца, частичку своей души отдают другим людям. Потому что работа с людьми, она самая важная, самая тяжелая и самая трудная. Я сегодня просто хочу от всех жителей города, которые нуждаются в вас, от Совета депутатов, которые в каком-то смысле являются вашими коллегами, только вы на профессиональном уровне, а мы на любительском, низко поклониться и сказать большое спасибо за все то, что вы делаете. В этот день само собой подводятся итоги. За 2015 год Щелковское управление социальной защиты населения оказало жителям района, а также Звездного городка, города Фрязино и Лосинопетровского около 900 тысяч различных услуг. По словам начальника Щелковского управления социальной защиты населения Жанны Пеняевой, расходы на оказание мер соцподдержки превысили 1 миллиард 300 тысяч рублей. В едином целом работаем на благо наших жителей, именно малообеспеченных жителей, обездоленных жителей, тем, кому нужна наша помощь, потому что, наверное, одиночество, грусть, не имея возможности пообщаться с кем-то, это самое страшное в жизни. Для этого и нужны социальные работники. Сами они признаются, что для каждого из них это не работа, это миссия души, умение понимать чужую боль. Я люблю свою работу за то, что каждый день она меняет меня и меняет в лучшую сторону. Я становлюсь добрее, я становлюсь осознанней, я становлюсь счастливее.